17 стран за год, это тяжело. Больше я такого не буду делать. Я думала, я ждала нового героя, думала, он будет. А Боб Дилан этот оказался такой орешек, что они там еле до него дозвонились, и он, конечно, не будет, и поэтому сохраняется. Думаю, этого темпа не будет, я постараюсь, чтобы не было, потому что я уже дотянула год. Конечно, это интересно, побыть в Колумбии, Бразилии, Японии, Китае, и поражает вот это время Second Hand. Это что-то потрясающее происходит во всем мире. Наверное, она попала очень точно по времени, потому что Путин создал этот русский фактор, и никто не может понять, что это за народ. Казалось бы, была же эта модель, что все хотят жить как в Европе. Это сейчас она разрушается, эта модель, этот миропорядок старый. И все удивлялись, что это за народ, который как бы имел возможность свободы и вдруг отказался. Это, конечно, для европейского ума было совершенно непонятно. И вот эта часть там, которая в Средней Азии пошла в одну сторону, кто-то в Турцию, и кто-то там еще. То есть это настолько неожиданно для европейцев, которые до недавнего времени думали, что они владеют вот неким таким рецептом не то чтобы счастья, но какого-то нормального прохождения этого механизма человеческого, мирового, вдруг оказалось, что нет. И они когда читают по прессе, по всему, вот вчера написано, что Вашингтон пост написала, что книга «Время Саконхаб» попала в десятку «Лучше книг года в Америке». Это говорит о том, что она, наверное, что-то объясняет, что это за люди. Я так думаю, так пишут, во всяком случае, лицензируют. Для меня очень жалко, что она здесь внутри, особенно в России, не имеет того потенциала разговора, который, мне казалось, должен был быть. Я надеялась на какой-то, кончая вот этот свой такой многострадальный труд, 30 лет с чем-то, это все-таки много, почти вся такая жизнь. Пища вся была отдана этому. И вдруг мне казалось, что вот будет поставлена концовка, и все-таки никто не думал, что будет такое возвращение назад. Это, конечно, никто не думал. То меня потрясла Россия, конечно. Когда я выехала с Москвы и Петербурга, я, честно говоря, ужаснулась. С одной стороны, мне, как всегда, нравилась эта провинциальная русская интеллигенция, в Ярославе, там, других городах. Но очень удивляло вот это ее, что она в церковь пошла. Вот это все стали в каких-то кружках церковных. Вот это было большой неожиданностью. Ну а что касается вообще такого массового сознания, это, конечно, очень удивляло. Это удивляло, потому что я думаю, что мы все-таки ближе здесь к Европе. Вот Польша рядом, Чехия. И мы, конечно, другие. У нас, если бы в 90-е годы появился другой лидер, я думаю, у нас был бы шанс, ну, может быть, что-то похожее на прибалтийский вариант. Вот. Там же было ощущение у меня всегда, что это какая-то совершенно неизвестная Россия, что поднимается какой-то такой маргинальный пласт, и этот пласт настолько мощный, что вот эти маленькие, как там наш Акудович говорит, огоньки цивилизации, и эти, которые светятся на этом темном материке, они очень беспомощны. Это было очевидно, потому что я слушала такие тексты совершенно неожиданные, тексты, поскольку я занимаюсь массовым сознанием, то есть это все интеллектуальное как бы надо продумать, а когда я пишу, то все это спрятано в человеческой душе такого маленького человека. Вот. Как бы этой интеллектуальщины, литературщины не должно быть видно, но должен был этого всего быть слышен. И я могу сказать, что это было очень тревожно. Вот. И было видно вот эта ненависть маленьких людей, простых людей, которых, конечно, вышвырнули еще более откровенно, чем это делали коммунисты за борт. Вот. И никто уже никакие игры с ними не играл, никаких профсоюзных путевок, ничего, это уже было... Нет денег, пошел вон. Это было очень просто. И, конечно, росло такое мощное недовольство. Такой русский бум, такой страшный. У нас как-то здесь время... Наверное, оно остановилось в каком-то смысле. Для меня даже, которая в свое время любила Блиханова, я любила этого философа, хотя бы за то, что он предсказал и писал Ленину о том, что он умоет Россию кровью, потому что из фидализма пойти в социалист — это нереально. Вот. Личность, роль личности в истории, то, что вот Лукашенко — это лично для меня какой-то очень интересный опыт. Я не подозревала, что одна личность может так перекрыть. Все-таки у нас есть какой-то слой элиты. Пусть она уничтожена, пусть она... После этого лагерного сознания, в котором мы долго находились, как колпи, из него вынырнуть — это очень сложно. И рвануть вообще из этих суеверий, выскочить — очень сложно. Но все-таки никакого сопротивления в обществе. Это, конечно, для меня было большим открытием. Вот у нас время остановилось. И почему у меня очень много, помимо белорусского материала, много русского? Потому что в России этот опыт, вот такой поворот от социализма, ну, если можно это назвать социализмом, но все-таки будем принимать, что это социалистический вариант, вдруг повернуть капитализм и даже такому первоначальному капитализму. Это, вы знаете, это все очень серьезные вещи, которые, к сожалению, у нас мало кто продумывает. Надо сказать, что... Вот мы ехали и говорили с Жанной, что русские журналисты, они, конечно, вы не обижайтесь, но они, к сожалению, выше класса. Все-таки они смогли впустить в себя мир и смогли выйти на какой-то уровень, то, чего у нас не произошло. Я даже не могу понять, почему. Я не могу понять, почему. Потому что многие наши журналисты тоже владеют английским, то есть они совершенно вхожи в мир, в мировой журналистики. Вот, например, я не знаю ни одного языка так хорошо, чтобы я могла слышать другую страну, других людей. Но у писателя все-таки другие рецепторы, и он может как-то без этого обойтись. Но у нас и знают люди английский, но это как-то отдельно... А как-то они не могут вырваться из этого... Люди на болоте, да, не могут из этого вырваться.